Всем привет! Сегодня мы с Тэфи будем вдвоём в выпуске, да, мы ответим на очень часто задаваемые вопросы и вообще расскажем, как мы эти 7 дней без нашей уроки. Да, поехали! Во-первых, я хочу поблагодарить всех людей, которые нас поддержали, которые мне звонили, писали, даже помогали финансово. Я честно хочу сказать, что я вообще такого не ожидала, я не думала, что будет настолько сильная поддержка. Все-все-все, кто остался неравнодушным, кто разделил со мной эту боль и утрату, я хочу вас поблагодарить, сказать вам огромное-огромное спасибо, как мы сейчас живём. Ну, конечно, тяжело, конечно, очень тяжело, очень многое, что напоминает о Рокке. У меня там элементарно стоит заставка на телефоне, да, о Рокке и Тэфи. И говорить мне даже тяжело сейчас. Конечно, ну, учусь жить без него. Все 15 лет жила с ним с 13 лет, сейчас уже учусь без него. Первые три дня — это были самые тяжёлые дни. Вообще ужасно у меня. Физически было плохо, морально было плохо. Ну, очень-очень было, в общем-то, плохо. Тэфка не грязит, ты маленькая проказница. Вот Тэфи тоже первые два-три дня чувствовала себя просто ужасно, она отказывалась от еды. Я кормила её с руки. Когда Рокке не стало, она прям боялась к нему подойти. Ну, какое-то такое было у меня ощущение. Она вот так вот подходила, нюхала и отходила. То есть она максимально близко к нему, как боялась, с осторожностью подходила. Поэтому она, девочка, конечно же, тоже испытала стресс. Она по-своему стресс испытывает. И два-три дня она не ела вообще. Тэфка, успокойся. Игривая-то. Вот. Ну, конечно, я эти дни старалась её увозить. Мы ездили на площадке, и каждый день я это делаю. Здесь пока нам сложно найти друзей. Правда, здесь что-то собачников как-то маловато. А если есть, то они не подходят нам по энергетике, потому что Тэфи энергичная девчонка. Они такие более пассивные. И мы ездим на площадку, либо куда-то на поле выезжаем. Я её гоняю с мячиком, ну, чтобы у неё энергия тратилась, и чтобы она забывала вот эту потерю. Очень тяжёлую-тяжёлую потерю, потому что к нему она привыкла. Приехала к бабушке в больницу, в палеоативный центр. Её перевели из больницы коммунарки в палеоативный центр. Вот тут практически в центре Москвы мы приехали. Тэфи тоже тут. После больницы поедем на наш старый район. Тэфи встретится со своими старыми друзьями. Если получится встретиться с Хэппи или встретиться с Никой. Вот. А то уж слишком ей грустно. Такая вот бабушке территория, где она сейчас лежит. Я вот ей везу фильтра для трахеостемической трубки. И вот такие хорошие фильтры. Вот 20 штук тут купила на 20 дней. Вот такая она в больнице сейчас лежит. Даже не в больнице, это как бы в больнице, она лежит в палеоативном отделении. Вот таких она лежит. Здравствуйте. Здравствуйте. Привезла фильтра ещё. Базелья. Пациентка Базелья. Ага. Отлично. Да. Что будет дальше с блогом и что мы вообще... планируем делать. Я, конечно, блог дальше буду продолжать вести. Потому что Тэфи у меня тоже особенный ребёнок. Она ещё действительно ребёнок. Ещё и года нету. И, конечно, я хочу показывать жизнь особенной собаке. Я хотела их свозить на море этим летом. Получается, Тэфи только свожу на море. Ну, дай бог, чтобы у нас получилось всё. Вот такая деловая мадам едет к своим, значит, друзьям. У нас, правда, пробки. 7 баллов. И мы просто стоим на одном месте минут 20. Деловая колбаса. Здравствуйте. Не терпится, скажу, увидеть уже своих друзей. Да, аж дышит так. Канал, название канала, Ставфорд Рокки. Что на ютубе, что в инстаграме останется в честь моей собаки. Моей первой мудрой любимой собаки. На что приехали мы на район. Душа прям аж разрывается. Вот здесь мы жили. Вот. Вот с этого подъезда мы выходили. И Рокки вот там в Тэфи писали. Сейчас будем идти встречаться с нашими друзьями. Многие писали о том, чтобы я завела вторую собаку для Тэфи. Чтобы ей не так было грустно. Но пока я к этому не готова. От слова совсем. Я не думала, что морально это так сложно потерять собаку. Поэтому я не готова. Честно. Я не готова. У меня в памяти и в сердце везде живет Рокки и Тэфи. Поэтому не готова. Никак. И мне, кстати, писали, что Тэфи не просто так у вас появилась. Что Рокки ее вам как бы послал и передал свой пост. И это правда. Я тоже так считаю. Потому что она дико-дико на него похожа. У нее сейчас даже повадки появились, как у Рокки. Потому что она все равно у него училась многому. И я правда думаю, что Рокки убедился, что все хорошо. И покинул нас. Вот. Покинул физически. Я все равно чувствую, что он с нами. Ну все. Ника идет навстречу. Мы не виделись больше 7 дней. 7 дней. Что, пойдемте покажем? Она выросла. Она выросла. Привет. Привет, привет. 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 Вообще. А мне. Вообще. Да, да. Они друзья, да? Да. Они очень хорошие друзья. Ой, смотри, они прям друзья. У меня вечерки не низких. У собаков нетрузки. Они все в таком роде. Они просто маленькие. Да, маленькие. Они с детства просто вместе. А сейчас давно не виделись и встретились. Они очень хорошие. Спасибо. Спасибо. Вообще. Ника, да? Вообще обалдеть. Целую банду собрали. Да, сосуды берутся. Все, все, сосуды. Играйте, малышни. Играйте, играйте, играйте. Берн. Что это такое? Что это такое? Что это такое? Где же? Кто это такой? Привет. Кто это такой билет? Я не могу. Огромным. Сколько лет? Люси, гостик Хэппи. Хэппи пригласил? Все, видите, меня доволен. Я хотел вот такое сейчас сказать, что я понимаю, что пройдет время, и у меня боль притупится, и понимаю, что люди забудут про него, но мне бы очень хотелось сказать, что если вы где-то увидите или услышите кличку Рокки или увидите где-то белую собаку, мне бы очень хотелось, чтобы вы вспоминали о нем. как о светлом таком пёсике, который, возможно, кому-то поменял жизнь, мне так точно, в плане того, что дал понять и научил людей понимать, что особенные собаки имеют право на жизнь. вот, если вы где-то услышите, что кто-то будет кричать Рокки, мне бы очень хотелось, чтобы вы в этот момент вспоминали о Рокке, правда, чтобы не забывали. Рокки, мне бы очень хотелось бы, чтобы не забывали. Рокки, мне бы очень хотелось бы, чтобы не забывали. Рокки, мне бы очень хотелось бы, чтобы не забывали. Заканчивая, я хочу сказать. Я честно не ожидала, что буквально за три месяца моя жизнь изменится вообще полностью 18 февраля у бабушки произошел инсульт и до сих пор нет никаких изменений 9 мая у меня умер в руки можно сказать что 2023 год забрал у меня две родные души до бабушка жива но это не та бабушка которая моя бабушка которая делала массаж делала бутербродики это не то я ту бабушку потеряла как и потерял уроки 9 мая поэтому заканчивая я хотела бы сказать что ценить на ножей на каждую секунду каждую минуту роги сидит как всегда прям за столом пошел встречать гостей пойдешь встречать гостей там бабушка твоя любимая пришла или да и да или бабушка и да или бабушка и да или бабушка и да или бабушка рог всегда да да рог там вовсе умеренно тени бабушка пороки скучала конечно что ты прям уехала и все не приезжаешь ну да там скользко бабушка дома сидит в это время спасибо всем за просмотр спасибо всем за поддержку продолжайте нас смотреть я буду там очень рада я буду для тефе дарить счастливую яркую жизни я буду очень рада если вы будете свидетелем это яркой жизни я вас крепко обнимаю целую пока пока а а а